Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Мы продолжаем большой челлендж 100 эскизов ФВД. Это значит, что каждый вторник я вам показываю, как рисовать какие-либо эскизы в Vector в Adobe Illustrator. Мы уже много нарисовали женских, сейчас мы рисуем детские. И сегодня мы будем рисовать штанишки-комбинезончик для мальчика. Я взяла шаблон. Это шаблон ребенка от 1 до 3 лет по пропорциям. Эти шаблоны есть у нас на сайте, вы можете их скачать и использовать для своего творчества, как вам нравится. При этом они хороши как для векторного рисунка, так и для рисунка от руки. Их можно распечатать, они идеально на 4, либо можно на половинку на 5 распечатать, то есть 2 шаблона. И прекрасно на них рисовать, с ними работать, это реально очень удобно. Мы их старались вымерять по реальным пропорциям, чтобы у вас все хорошо получалось. Итак, давайте мы с вами приступим к рисунку штанишек. Я убираю спинку, потому что, естественно, когда я рисую эскизы для того, чтобы их передать конструктору, я всегда рисую с двух сторон. Плюс дополнительно я рисую детали, если они какие-то особенные и если они нужны. И, соответственно, у меня получается плюс технологическое описание, плюс описание принтов, описание материалов. Но здесь я вам показываю именно приемы рисунка в Adobe Illustrator. Поэтому мы будем рисовать только лицевую часть. Заблокировала слой, на котором находится шаблон. Открыла новый, беру инструмент пером. И приближаем нашего очаровательного ребятенка. Будем, соответственно, рисовать. Что особенность? Я это уже говорю третий ролик подряд. Детки имеют особенность, по крайней мере, в возрасте от нуля до трех лет. У всех по-разному. Никакого осуждения, просто это факт. Они ходят в памперсах. Поэтому мы не можем прям плотно к попке что-либо нарисовать, потому что там будет памперс. Поэтому всегда, когда вы рисуете на таких маленьких деток, оставляйте зазор, потому что... Или можно прям на шаблон нарисовать памперсы. Это, кстати, тоже вариант. У нас такое было в офисе. Как-то занимались детьми. У них на манекенах, на которых происходила примерка, были одеты памперсы. Для того, чтобы была конкретная правильная посадка. Поэтому делайте так, чтобы у вас максимально все было реалистично. Потому что, конечно, памперс, он дает объем. И ничего вы с этим не поделаете. Вот. Так. Я хочу, чтобы это был комбинезон. У деток в этом возрасте еще нет ярко выраженной талии. Иногда комбинезон это действительно спасение, чтобы вещи не спадали, оставались на местах. Поэтому, на мой взгляд, очень это удобно. У всех все по-разному. Я все-таки, когда думаю о детской одежде, для меня на первом месте стоит ее комфорт для ребенка, этой одежды. А уже на втором месте красота и так далее. Но есть люди, для которых очень важный принципиально именно внешний вид одежды. По моему опыту он недолго сохраняется таким, потому что ребенок куда-нибудь вляпывается. И вся красота белых колготок, в общем-то, теряется. Но это так. Главное, чтобы ему бегать удобно было. Так. Нарисовали половинку. Берем инструмент зеркальное отражение. Ставим опять по центру. Ой-ой-ой. Неправильно выделилось. Вот это ничего страшного. Надо просто выделить все вместе. Именно инструментом выделения. Черной стрелочкой. Не белый. И поставить центр. И оп. Шифт. Альт. Вот. То есть видите, я быстро нарисовала половинку. Опять же, у меня приблизительно в голове есть понимание того, что бы я хотела нарисовать. Но честно, оно не очень жесткое. Поэтому вот как бы я рисую во многом из головы. Такое тоже бывает. Бывает, что здесь регулирующиеся лямки, застегивающиеся. Там на кнопках, например. На специальных таких штуках. Ну, в общем, тоже этот момент. Вам надо подумать, как бы как он будет. Ну, например, я вот здесь нарисую сейчас просто пуговицы. То есть оно вот так вот будет как будто бы пристегиваться. Опять же, вы должны у себя в голове иметь план. Что мы рисуем. Как это должно быть. Можно на бумажке там по черкушку какую-нибудь сделать. Вот можно найти пример того, что вам нравится. И на основании чего вы бы хотели сделать. Это, кстати, не считается там вот прям воровством. Да, если вы сходили в магазин и поняли. О, крутая застежка. Вот я хочу сделать так же. Нет, это ну просто вы посмотрели какую-то технологию. Это абсолютно применимая история. Поэтому идите в магазин и смотрите, как делают другие. Так ходят все. Да, смотрят, какие употребляют технологии. Как это все вообще использовано. Ничего в этом страшного нет. Иногда там посмотришь как-то, ой, а какую-то они пришили. Вот я хочу именно такую там петлю, например. То есть это не значит, что вам нужно изделие целиком скопировать. Но просто вот этот момент, что технологически вы, конечно же, не в вакууме живете. Другие люди тоже что-то делают. И иногда не зазорно и повторить успешный опыт своих коллег. Никогда не отказывайтесь от этого возможности. Что я сейчас рисую? Я сейчас рисую от строчки. Я понимаю, что сейчас они выглядят вообще непонятно как. Но как только сейчас я закончу, у вас сразу станет понятно, что я такое делаю. То есть я их пока рисую просто линиями. Там видите, какая-то заливка лезет, еще что-то. Но смысл-то не в этом, а смысл в том, чтобы сейчас линии все нарисовать. Я их потом все вместе выберу. Я их потом все вместе сгруппирую. И все вместе им дам, соответственно, какой-то цвет и какой-то пункт я им присвою. Поэтому сначала рисуем линии. Эти можно раззеркалить. Так. И еще вот здесь тоже будут отстрочки. Кстати, отстрочки это всегда стоимость производства. Чем больше отстрочек, тем дороже будет ваше изделие. Это лишняя операция. Поэтому иногда даже получают косшиты и таким образом удешевляют. Вот меняют какие-то отстрочки, которые декоративные, не технологические. Технологические, конечно, никто не трогает. А лишние декоративные отстрочки иногда снимают. Опять же, это не страшно. Надо смотреть. Иногда отменяют какие-то внутренние карманы, декоративные элементы и так далее. Дизайнер плачет. Product manager сидит и отменяет, потому что нет возможности. Мы по цене не пролезаем. Так что там всегда. Вот смотрите, все у меня на места встало. А теперь я сделаю это пунктирной линией и давайте чуть потоньше. Вот так. Вот видите, пунктирчиком все у меня такое вот обозначилось. Вот здесь вполне себе может быть наш с вами кармашек какой-либо формы. Я не могу сказать, что она какая-то должна быть там определенная. На нем там может быть что-то, например, вышито. Или не вышито. Кстати, вот такая маленькая хитрость. Если мы в основном все рисуем контуром единичка, то элементы лучше рисовать, например, ну там, я не знаю, 0.75. Таким образом, у вас получается, они чуть тоньше и вот есть вот этот момент, что ну как будто бы они такие тоненькие. Поэтому моя такая маленькая хитрость. То есть видите, нет такого, что типа, ой, тут линии разные. Нет. Вот 0.75 и сразу красота. Скопировала я карманшек. Сейчас мы его сдублируем и сделаем ему отстрочку. Вот так. Вот. Там на кармашке можно что-нибудь сделать. Я в прошлом видео показывала, что я рисовала там, например, трактора. Можете посмотреть. Вот у меня тут есть трактора всякие разные. Я могу, например, этот трактор сюда разместить сейчас при заливке. То есть там будет мальчишеский комбинезончик. Могу туда цветочек какой-нибудь пришить на коленке. Будет девчачий. Могу ничего не делать. Будет универсальный. Ну, в общем, никакого вот гендерного. Ну, то есть как бы можете сделать так, как комфортнее более вам. Ну, и давайте каким-нибудь цветом все это покрасим. Сейчас я сгруппирую. Так. Двойной клик, чтобы у меня там ничего нигде не цеплялось. Выбираю. И хочется такой цвет. Вот я его делала в прошлом видео. Вот смотрите, у меня есть два вот таких прекрасных худика. Сейчас мы их скопируем. Сюда вставим. И если вот мне вот этот цвет очень понравился, я хочу именно этим цветом все это дело вот так вот. Так, еще раз помните, когда темный цвет, я уже говорила в других роликах, классно цвет линий сделать, например, светло-сером, и тогда их лучше видно. Ну, в общем, вот так. Вот, так, отсюда мы все пересняли. Цвета пуговичек могут быть, ну, цветные. То есть это же детская одежда. На детской одежде вообще всякий цветной декор очень часто встречается. Например, он может быть там, ну, красным каким-нибудь. Это нормально. Это не значит, что там не должно быть. Могут быть совершенно спокойные цвета. Все-таки в детской одежде цвета больше приветствуются. И, ну, как бы, не надо их бояться. Можете их употреблять. Это не есть плохо. Так, сейчас мы здесь вот так вот сделаем. Выберем дырочки. Сделаем их потоньше, тогда они будут поаккуратнее смотреться. Вот, смотрите, у меня пуговицы как будто бы лежат под отстрочкой. Это не здорово, они должны быть над ней. Вот, ну, сделаю, в общем, мальчишечий вариант. Сюда я сейчас помещу трактор. Может быть, он тут вышит, может, он напринтован. Вот, и вполне мы можем с вами что сделать? Соединить, и у нас будет, ну, комплект. Давайте посмотрим. Сейчас я даже скопирую нашего мальчишечку. Кстати, ну, вот, был мальчик, стала девочка. В этом возрасте, как бы, шаблон, он меняется в зависимости от того, чего вы хотите получить. Да, вот сейчас я ему прорисую косички. Ну, такие вот. Получится девочка. Не прорисую, получится мальчик. То есть не надо ничего бояться. Так вот. Так. Здесь единственное, что сейчас надо посмотреть, чтобы, видите, немножечко вот здесь выпирает. Соответственно, ну, он же будет заправляться. Ну, мы сейчас туда заправим. Получается комплект. Сейчас все сделаем. Это же иллюстратор. В иллюстраторе можно... Все. По сути, можно все. Можно чуть-чуть его сейчас вот увеличить, ну, чтобы как бы получилось. И, в принципе, вот это очень хороший вариант для презентации. Потому что вы сразу можете показать, а как это можно разместить в магазине. Как это будет смотреться. Вот, видите, я там сзади вижу, как у меня штанишки располагаются. Вот это то, что мне надо. Я как раз это и хочу сделать, чтобы штанишки у меня были поверх. Сейчас мы немножечко линии поправим. То есть, ну, как бы уберем внутрь. Вот. То есть, вот эту конструкцию, все. Так, вот здесь у меня неправильно выгнулись линии. Надо было через опорную точку делать. Так, сейчас я отмотаю назад и сделаю все то же самое, так как через опорную точку. Потому что произошло искривление, а это вот, ну, прям совсем не здорово. Инструмент, опорная точка. Вот он в пере. Он хватает и трогает только направляющую с одной стороны. Когда вы регулируете обычным способом, то направляющая с двух сторон равномерно переходит, чтобы линия была более плавная. Вот инструмент опорная точка, он позволяет дернуть направляющую только одного краешка. И тогда нету никакой вот этой вот зависимости. Вот. Давайте сейчас посмотрим, что получилось. Достаточно ли мы поддернули. Да, вполне. То есть, видите, оно как бы там внутрь убрано. Вот. И у нас получился вот такой комплект. По-моему, не совсем на месте, да, он? Сейчас. Так, 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 так. Почему-то немножко сместилось у нас. Вот так. Так. Что ж там такое-то не цепляется у меня, да? Почему-то отвалился кусочек и себя ведет неправильно. Вот он. Так, ну вот и смотрите, что у нас получилось. И если мы еще этот тракторочек сюда все-таки вернем. То станет понятно, что вот у нас такой комплект. Можно его купить и даже комплектом продавать. Такая вот прекрасная штучка у нас для ребенка получилась. Соответственно, тут, скорее всего, там еще надо будет пуговки посмотреть. Ну, то есть, конструкцию посмотреть, как оно будет сделано. Ну, вот это пример того, как достаточно простые вещи за счет принтов могут обыгрываться. То есть, ну, вот покрась я сейчас это в розовое и сделаю там принт какими-нибудь там розовыми котятками. Оно будет более девчачье смотреться. Так, более мужское. Сделаю я каких-нибудь цыплят туда. И, например, там универсальные серые штанишки. Оно будет гендерно-нейтральное. И, в общем-то, можно использовать. То есть, я тоже небольшой фанат вот этого четкого разделения. У меня сын увлекался тракторами. И, соответственно, вот у нас было много тракторов. У меня у знакомых, которые не любят розовый цвет, дочка очень увлекается розовым цветом и просит, чтобы ей покупали все только розовое. Кто-то надевает там, вот у меня много там салатовой одежды, желтой и так далее, которая не имеет никакой правой принадлежности. Просто от того, что вы делаете. Детская одежда, она часто очень, ну, нейтральная. То есть, футболка, а вот что на нее там, какой принт сделан, что нашит, оно и определяет как бы ее внешний вид. Есть, конечно, детские там пышные платьицы, там мужские жилеточки, ну, мальчишечки такие жилеточки. Но это вот в меньшей степени, да. В обычной жизни они обычно ходят там какие-то треники, либо лосины у девочек, футболки. А по конструкции футболка для мальчика и девочки в возрасте от 1 до 3 лет отличаться не будет. Она будет одинаковая. Просто в зависимости от того, как, какого она цвета. Будет она там, например, белого цвета, красного цвета, да на кого угодно. Оденем на всех, будет нормально. На этом все. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Написать мне, что бы вы еще хотели порисовать, что вам показать, что рассказать. Мы еще порисуем детей, потом перейдем на мужчин. Не забывайте подписаться на канал. Каждый вторник я показываю, как рисовать какие-то интересные эскизы в Adobe Illustrator в рамках челленджа 100 эскизов ФВД. Мы с вами уже далеко ушли. Это уже 69 эскиз. Все остальные вы найдете в плейлисте, который вот к этому видео прикреплен. Там можете посмотреть, там уже очень много всего интересного. Мы начали с самого простого, с женской прямой юбки, потом там усложняли. И чего там только нет. А то вплоть до того, что расшивали бра какими-то блестками, пайетками. Можете посмотреть, там все это оставлено. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.